И очередное видео на тему, как пройти Джангл Страйк, сказав при этом сотню тупых комментариев. Сейчас я прошел пятую миссию по Лосу Сити. Тут было довольно-таки прикольненько, так, на мотоцикле покатался. Я веселуха, хотя миссия все равно вышла не особенно длинная. Ну, в общем-то, к этому уже пора привыкнуть. Все миссии тут не особенно длинные, на самом-то деле. Все-таки в оригинальном диссертсаке они были подлиннее и поопаснее. Да. Ну, в общем-то, все еще впереди, я еще успею разочароваться в собственных словах. Так что сейчас остается просто сесть и идти в следующую миссию. Сноу Форпес. Поздравляю, генерал, доставленные вами советские технологии очень нам пригодятся. Рад стараться, товарищи. Это очень прибыльная сделка для всех нас, не так ли? А мои ядерные боеголовки. Я надеюсь, они уже прибыли. Как мы и договаривались, я перевожу их под землю в снежную крепость. Отлично. Мои люди проконтролируют процесс доставки. Если тот нахальный Янки на вертолете сунется сюда, живым его на базу уже не вернутся. А здесь холодновато. Вот наши цели. Наш лучший пилот по позвищу Бычара был сбит группой танков М1. Его взяли в плен и держали трюмериным с бараками. После спасения Бычара тебе нужно обнаружить и захватить русского генерала. У него наверняка должны быть данные о светских технологиях, доставленных в теге. Наш агент утверждает, что где-то в этом районе наркомарон построил подземную крепость, которой прячет ядерное оружие. Но будьте осторожны, крепость охраняется отлично оснащенной армией. Ты все понял? Навперед! Миссия 6. Снежный удар. Ну что ж, начинаем очередную интересненькую миссию. Да, наркобарон, конечно, как-то вяло отозвался обо мне нахальной Янкин-вертолете. Я бы сказал, что это сволочь, которая рулась во всему плану, уничтожила мой город, уничтожила мои войска, уничтожила мой арсенал, уничтожила все, что можно. Этот нахальный Янкин-вертолете, ну блин, это смешно. Зачем вы вырезали все маты? Еще, кстати, не могу не отметить, что за предыдущие миссии, за спасение штурмана, за спасение ученых давали по 500 монет, а за то, что я уничтожил корову на мотоцикле 10 тысяч. Ну не монеты, а очков, конечно, но блин, это же смешно. Штурман Бычара. Он и еще несколько пехотинцев были захватены в плен. Спаси их, вывези в безопасное место. Ну, с удовольствием, Бычара мне сейчас очень нужен. Он крут. Ой, тихо. Я, честно говоря, забыл, как там нужно эту зону расчистить, посадочную. Как отключить эту хрень? Ты пошли ни нафиг. Насколько я знаю, здесь не нужно будет ни разу высаживаться. Поскольку здесь довольно мало людей, которых нужно спасать. Так. Зачищаем. Блин, долбаные вышки. Каждый на ритме наткнусь хотя бы по разу. Да, е-мое. На, стоп. Здесь все-таки нужно, как я понимаю, собирать, правильно? Они же просто указывают на спасти пехотинцев. И кто из них Бычара, я не могу сдать свою луну. Придется всех этих козлов собирать. Разве что, случайно Бычару попадется. Ну да, надейся, конечно. Ура! Здорово, Бычар! Да мы лишь замерзем. Рад видеть тебя на борту. Все, миссия выполнена. Хрен ли. Бычар все еще в плену. У нас. Все, хочешь не хочешь. Спасай всех. А, ну вот отлично. Пятерех спас больше не нужно. Еще нужно будет одно место для генерала советского. Так что можно не лететь уже на лендинг-зону. Хрен с ней. Мобильный радар. Уничтожить три радарных установки, прикрывающих важные объекты. Хорошо. Крата здесь тоже ограниченная. Блин. Но здесь еще будет одна проблема, с которой я столкнусь чуть позже. Пока что она меня не колышет. Может быть сейчас пока буду пролетать, не столкнусь. Потому что попробую тут уверенеть, если это проблема. А вот она, проблема. Пф, косаревый. Лошара. Ой-ой-ой. Да, вот это опасные козлы. Пум. Так, ну-ка надо осмотреться. Танки М1, дофига. Эти танки похожи на железо носорогов. Такие же мощные, быстрые и крепкие. Зенитки. Старайся не выпадать в зону действия этих пушек. Ну это же фигня зенитка. Апача. Огромная скорость стрельбы и отличная маневренность делают его одним из самых опасных противников. Ну да, это, к сожалению, увы. Ну так, берущие бы припасы и комплекты. Так. Ну, в принципе, ничего сложного. Кроме опасной зоны. Всплыгнул такой приклад, как я это делаю. О, ремкомплект, супер. Он мне сейчас не нужен, но все равно супер. Да вот, говорю, чем я сейчас нужно, к сожалению. Блин. Вот бейся какой-нибудь, блин. Радиус от дебили. Все, у нас не там. Ангары. В ангарах хранятся ракеты. Взрыви себе 5 ангаров, все ракеты хранящиеся в них. Хорошо. Так. Горю, чего там слева находится, надо туда слетать. Так, ну подожду тогда уж. Надо начинать заниматься экономией. Какой-либо. Блин. Так. Второй. Ой. Ну ладно, Хэнси. Да уж. Снега здесь насыпало столько, что засыпало все здания какие-то были. Это довольно забавно. Здесь все здания засыпаны по саму макушку. О том, что снегопад отсутствует как таковой. Просто куча снега. Если подумать, да, еще бы у нее не хватало среди падающего снега летать. Так, где горючка, где горючка? Блин. Ну вот она, отлично. Больше, больше, чем деревья. Круто. Так, ангары. Разбираемся с оставшимся. Там где-то танки ездят, скотина. Не хочу на него патроны тратить. Угу. Блин. Еще сам внезапно начинает достреливать до самого верха. Капец какой-то. Так, последний ангар. А-а-а. Тихо. Осторожно. Блин, это же скотина. Все, готов. Так. Ремкомплект, боеприпасы. Летим и затем за другим, пожалуй. Не буду уже беречь. Нафиг, нафиг, нафиг. Беречь надо жизни. Все остальное уже как-то легче. Доступно. Так, специалист. Советский эксперт по оружию. Спаси советского эксперта по оружию. Знает кардиатор ракетных установок. Я не знаю, что курили разработчики, но если что, советский генерал как бы наш враг. То, что он поставляет, собственно, мэдмену ракеты и все прочее. А не спаси советского специалиста по оружию. В оригинальной версии он вроде как назывался генерал. Уже что-то эти переводчики там намудрили своего. Ну да ладно, хрен с ними. Так. Ага. Здесь можно не экономить, потому что в этих домиках находится все, что мне нужно. И броня, и оружие, и бензин. То я помню. Домик тоже засыпанный по самой крыше. Так, вот бензинчик. Ой. Вот лох. А вот и генерал. Я прошу политического убежища, отвезите меня в Америку. Вот, я могу дать вам кардиатор ракетных установок наркобарона. И почему опять используют изображение этого непонятного чувака? Советский генерал был отец в советскую шинель. Советскую ушанку. Еще у него была балалайка с бутылкой водки. Просто их не показали в кадре. Так. И тут у нас, наверное, враг, конечно. Отлично. Теперь ракеты. Да, сейчас летать по всей карте. Ракетные установки. Найдем их то шесть ракетных установок. Реже, чем Мэтмен сможет направить их на вашингтон. Блин. Сколько можно уже, когда у него оружие закончится уже, а? Ну, одно хорошо, что эти установки, по крайней мере, не могут выстрелить из меня. И со мной тоже не могут. Вообще не могут, короче. Ну, что, где-то. А, вот она. Одинокая. Блин. Не такая уж одинокая. Ну, ладно. Хрен с вами. Разберусь со всеми. Сейчас придется замочить ту ракетницу вернуться. Загрючим бобрипасами и ремкомплектов. О, помоги мне, братью, не давай. Лох. Так, ну ладно, круче вам еще достаточно. Могу следовать еще за той ракетницей. Так. Готово, тервалим быстренько. Где там этот танк сраной? Скотина. Так. Возвращаемся, возвращаемся. Да, у меня уже всего мало. Как раз сейчас... Э-э-э-э. Ну че ж, блин. Показывай. Так. Все. Снова в полном вооружении. Свеженький, покрашенный. Могу отправиться дальше. Еще две ракета осталось. Или одна. Не помню сколько их надо убить. Ой, сейчас лететь через центр. Кажешь, капец. Ага, ага. Вот-вот. Выстрелили, я даже не понял откуда. А, хотя не страшно, да. Ой. Вот блин, когда установка храняется лошарой и танком. Интересно, да? Бум. Всё. Последнее пофиг, пускай стреляет на Вашингтон, кого это волнует, нафиг. Защищённая электролиния радаром, да, радаром найти. Взорви подстанцию, 4 высоковольтных вышки. Этим ты увидишь из строя вентиляционную систему подземной крепости. Да, естественно, задохнулся, всех там есть. Нет, это не действительно, мне всё равно нужно уничтожить эту крепость. Зачем нужно вентиляцию уничтожать, даже ничего не сменит. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, радар, ротар, не забывайте о радаре. По-моему, где-то здесь, да? Радар, скажи, что ты где-то здесь. Тира. Так, нет, не внутри, не внутри, где-то снаружи. Ну-ну-ну-ну, где-то, 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 где-то. Вот это, отлично. Фух. Сейчас вам наваляю. Там тоже есть домики с оружием, боеприпасами и ремонтным комплектом вроде как, так что можно не париться. Спокойно идти, мочить, блин. Нифига-то как быстро разворачивает дуло. Хм, скотина. Так. Хотя, по-моему, я стал стрелять быстрее. Как стрелял, так стреляю. Что срочешь, тут бычары. Странно. Так. И самопостанцию. Power Station. Бум. Ой, ой, ой. Держи. И ты держи. А-а-а-а. Чуть не наваляли, блин. Скотина. Вот что подлюга. Ну ладно, не будем унывать. Ммм, тем более я знаю, что может мне улучшить настроение здесь. Не всё так плохо, потому что здесь есть дополнительная жизнь. Йоу. Не всё так плохо. И самое поганое. Крепость. Иголовки. Крепость. Подземная крепость. Наркоборон построил подземный комплекс и замаскировал его подснежное поле. Должен уничтожить шесть выходов на поверхности всё оружие. Иголовки. Мэдмен. Русские ядерные боеголовки. Мэдмен прячет под землёй украденные русские боеголовки. С ядерными зарядами. Найди, как минимум, шесть из них. Кем они украдены? Генералом, что ли, советским? У самого себя крал, типа. Да уж. Эти советико. Ну, теперь тупо летать по центру, тут отбиваться. Хотя, в принципе, да, можно определить, где они находятся. Вот, где Апачи. Апачи их охраняют как раз. Вот с Апачи надо ещё справиться. Такой же вертолёт, как мой. Ну, не такой же, конечно. По гравнянии. Но всё равно опасно. Так, вот. То, что мне нужно. Вот. Вот. Блин. Не отобьёшься нормально за системой дебильной автоноведения. И нужно отбиваться, иначе потому что наваляют. Капец. Опять брони нету. Так. Последний ремкомплект А находится. Ну, ладно, хрен с ним. Я так уж и быть рискну, не париться. То есть, на слишком долго летать там за каждым комплектом. Надо просто быть поосторожнее. Опять меня уничтожил базучник. Я что, он босс-вертолёт, что ли? Скоты. Фримены, чёртовы. Так. Ещё полетаем. Ещё один выход. Ой. Скотина. Хе-хе-хе. Лошара. Спасибо, что только слушливо подгоняйте ко мне эти боеголовки, ребята. Я вам очень признателен. Если бы ещё только не стреляли, по мне было вообще шикарно. Ещё всё? Так. Так, готов. Боеголовки три всего, к сожалению. Нужно искать ещё. Так, у меня патронов нет. Тут может быть бизинчик. Отлично. Эй, говно-вертолёт. Аааа. Скотина. Скотина. Тебе не справиться с игроком на клавиатуре, дурацкий вертолёт. Так. Отлично. Где там ещё апачи есть? Ну, апачи-апачи, мне надо убедиться, что действительно есть то, что мне нужно. Всё. По-моему, это последняя. Нет, не последняя ещё надо. Капец. Ладно, летим. Снова капачим. У меня шпатонов уже мало, к сожалению. Угу. Ой. Может быть, спарилась, могу похитить? О, седьмая виссия выполнена, уничтожена шесть поверх, шесть выходов. И уничтожен я, к сожалению. Ну, это, в принципе, не страшно. По всём, всем хана! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой. Всё, виссия выполнена. Мне показывают оставшиеся крепости. Всего одна осталась в итоге, я уж все уничтожил нафиг. Я крут. Миссия выполнена, валим. Так и не пришлось мне высадиться в лейтинг-зоне, значит, честно говоря, я не говорю желанием. Пошли ни нафиг. Не знаю, как он там исправляется, денджер-зона. Ой. Ну, это и не важно. Лучше улететь, пока меня ещё не сломили. Да. Ну, всё, конец. А дальше вот начнётся настоящий ад, к сожалению. Следующая миссия, это просто звездец. Это самая ужасная и кошмарная миссия из всех, что может быть. Сейчас будет. Да. Ну, скоро будет понятно, почему. Субтитры сделал DimaTorzok